У нас так сейчас шибануло, как будто что-то взорвалось где-то. Вивничка, эту тряпку ест, да? Вышла прогулка, не в воскресенье, а во вторник только. Собирала в мешочек и измазалась. Ха-ха, веруньки-то! Это что, это град мне в рот залетел? Он забрался в Линдину клетку. Вау, классный кадр. Вкусно пахло шашлуком реально только у армянского ресторана. Виниловые пластинки, 2 евро они здесь стоят. Короче, я не знаю, как можно так испортить кабачок. Очень много народу сегодня в Юрмале. Мы едем в супертихой электричке. У нас новую электричке, только не в Юрмалу. Покушают. Берлен Ван Ро. Белый этот, пушинка. Правда, мы похожи? Да. Да, мы похожи. До сих пор не было электричества, и вот оно, вот оно. У всех сезона я ноги не побрила. Да, потому что я потом уже буду уставшая. Я неугомонная. Уставшая. Мы снова приехали в Юрмалу. В Юрмалу. Привет. Привет. Среда. После обеда у нас началась гроза. У нас так сейчас шибануло, как будто что-то взорвалось где-то. Мне так страшно идти с зонтиком. Такая грозища. Так шумит. А зонтик – это же громоотвод, блин. И сейчас мне по пустыне надо идти. Мне, блин, я даже не знаю, что мне делать. Но идти надо. Ну, я первый раз в такую погоду без машины. Самое, кстати, безопасное место во время грозы – это машина. Сейчас уже как-то хоть народ образовался. А я там шла по емусу вообще ни одного человека. Одна я такая сумасшедшая. Чего я себе тая? Трявку там есть. Мой зайчик. Хаюченький. Вот у нас тут вот так вот хорошо. Мы уже набрызгались от комарином. Потому что это, как я и говорила, лакомый кусочек для комаров. Кто-то там у нас это льет. А вот у меня тут какая красота, лепота. Вот такая вот. У меня, к сожалению, не было времени подходить снимать их в самое цветение. Но это очень красиво было. Сейчас они уже отцветают. Все равно красиво, да? Вот. И вивничка эту тряпку ест, да, вишнюля? Привет. Сегодня 31 мая. На прошлой неделе был сбой. Из-за постоянных тусовок, да, это священный пакетик, вышла прогулка. Не воскресенье, а во вторник только я смогла ее подготовить. Но там сложный ролик был очень. И со звуком комары мы уже забрызгались все. И средный ролик со влогом вышел не в среду, а в четверг. Ну, ничего. Ну, так бывает же, да, все дело житейское. Как я сказала, сегодня 31 мая, и завтра на Алике какая-то распродажа. В общем, я закажу еще один микрофончик розовенький. Ну, если с ним будет уже что-то не так, то я уже заброшу эту идею и буду просто вот писать так, как есть. На этот микрофон накладывает там звуки, шум амуаря, еще что-то. Ну, сейчас на этот я не накладываю. Я еще ролик не видела, влог еще не вышел сегодня, четвергом. Как это смотрится на телевизоре? Музыка звучит из двух колонок, но в телефоне у меня так. А звук голоса идет с одной колонки. Ну, понятно, все звуки он записывает. Кстати, кому, например, слишком шумно, мне очень нравятся шум и звуки жизни вокруг, разговора на фоне. Поэтому я так и оставляю, и это классно. И никогда не пользуюсь системой монозвука. Когда слышно только голос, он поедает шумы. Мне не нравится. Вот, апдейт по соседям. Соседи затихли, милые, хорошие, дорогие. Пусть так и будет. Пишите, мое дорогое, такое классильенькое. Валя, чем-то подавилась, Валя, стус училась, Валюша? Я тут собирала в мешочек и измазалась. Буду мыть. Вот как хорошо водоем рядом иметь, просто прекрасно. Песочек в качестве мыла. Водичка, кстати, очень теплая. Верунчик, надо купаться. Ты куда пошла, висня? Ита тут у нас уже возлегает. Это за попой висни. Такая сладкая ты, девчонка, рысик. Там в комысах утки живут. У них прям там гнезда, наверное. И я вот всегда думаю по поводу рабочих дней. У нас всегда люди. Во вторник я, когда в рододендроны ездила, и вылезли. Были жуткие пробки. Я не понимаю, куда все люди ехали. Была куча народу везде, в транспорте. Очень было много людей. Загорающих, естественно, на пляже. Была миллиона маленькая тележка. Был полный парк рододендронов народу. Думаю, люди, можно мне, пожалуйста, тоже денег, чтобы я отдыхала все время? У нас тут такое. Я только вот парочку увидела. Каждый год эта туя большая цветет. Вот такие вот шишечки. Красивенькие очень. Обычно вот такими гроздьями. Вот здесь серенькие, это отсветшие. Их много-много прямо. А в этом году я вот пока четыре насчитала. Вот. Вот такие. Правда прелесть? Очень красивые шишечки. Вообще, эта туя, она сейчас уже вот до второго этажа, до середины. Да, очень большая, так не видно. А покупала я ее совершенно лысую. За лад в 20, по-моему, лады тогда еще были. Вот такую малюсенькую. Ну, по колено, короче говоря. Вообще полулысую. Ну, и вот просто покупала. А сейчас она так радует глаз. Главная достопримечательность этого уголка. А еще у меня есть вот это вот. Можжевельник вот этот. Он сейчас в диаметре, ну, метров 8, короче говоря. Это все одно растение. И он там где-то в середине начинается, там, в дебрях. И раскинулся так вот везде. Этот мышжевельник зовут я. Ну, в смысле, моим именем, потому что я все деревья раньше называла. Последние сосны, которые посадила, уже без имен. Вот нашла еще не расцветший, но он раскроется. А этот куст будет такой шикарный, белый, пушистый. Моя соседка тут все укрепляет берег от рыбаков на минуточку, чтобы они не приходили к нам, а то они тут и тусуются, и в туалет ходят, и плохо себя ведут в сезон рыбацки. И мне она тоже такую дала. И я вам больше скажу, какая хорошая соседка, что она ходит и за моим таким растением ухаживает. Потому что у меня на это не хватает времени. Все очень просто, за хвойными практически не надо ухаживать. Оборвать сухие веточки, удобрить один раз в год, этого хватает. Что-то там охоту охотишься, ясно. Вот, кстати, кому надо инвестиционный объект в Болдырае. Уже, пожалуйста, вам асфальтированная терраса. Кстати, это очень уютно, что на ней деревья растут. Здесь когда-то и был выход из магазина, и стояли зонтики. Конечно, было шумно, но из этого можно сделать гостиницу. Насколько я знаю, вообще это принадлежит государству. Тут пожар был. У нас тут мальчишки такие вот беспокойные. Но тем не менее, можно сделать прямо очень что-то красивое, невероятное. Конечно, если будете браться за это, не перекрывайте нам берег, не делайте яхт-клуб. Лебеди с лебедятами под окно пришли. Каждый год с новыми лебедятами. Лебеди, та же семья, под одни и те же окна приводит свой новый выводок. Это так мило, я не знаю, что. А, знаю, знаю, знаю. Это вот эти два дома у нас стоят, они самые грязные. Туда все время выкидывают еду, вот просто любую еду. Там можно найти и хлеб, и котлеты, и лук, и все, что только просто все. Причем еду, ну, такую, типа, откусил один раз, выкинул в окно под двумя домами. Что за люди живут? Это просто треш. Вот-вот, защищать пошел. О, реально на Линду охотится. Защищать пошел. Да-да, не пойдем мы к вам, не волновайся. Зато потом там остаются продукты их жизнедеятельности. Очень смешно. Что ты его дразнишь? Что ты дразнишь его? Очень жалко, что я не засняла. Валя, иди сюда. Иди сюда. Вот сволочь, а. Никто-то детей не трогает. Линда. Линда. Пойдем, Линда. Опять не засняла. Как он погнал тут всех, придурочный. Вот они страшные. Линда, иди сюда. У нас же в прошлом году или в позапрошлом так вот лебедь завалил. По-моему, история была такая, что купались мужчины с женщиной. Это не у нас, на Даугаве, там где-то в Кингараксе, на променаде. И вот так вот полез, по-моему, мужчину, если я не ошибаюсь, который защищал свою женщину. В общем, там даже, по-моему, лебедят не было, но я не знаю подробностей. Насмерть все. Что там говорит фокус? Ну, фокус, сейчас я поудобнее седаю, то я сползаю, как выжила, когда здесь сидишь. Знаешь, она садится, и у нее эту клапку выдвигается. Ага. А, я вообще-то записываю, да? Мая, куда? С дуром, пожалуйста. Верунчик, какая ты прикольная. Я на десяточку снимала, я на десяточку снимала. Вот такая она тут красота, даже вон видно листик. Вот так сопровождается здесь. Ну вы знаете, да, что это мое любимое место на нашем побережье, у домовом. Комары просто жесть. Красиво, правда? С хомяками, как я оговорилась в прошлом ролике, с комарами это просто жесть какая-то. Вот дождь прошел, несколько пар сидят вдоль побережья. Я не знаю, как они выживают. Вот на Итана мы вот что только не залили, я не знаю, только в рот ему не залили. Вот можно видеть, как вокруг него комары. Это просто жесть. Я не знаю, как вообще людям выходить, не говоря уже о таком мальчике, как наш Итан. Не знаю, что у него за кровь, но прямо вот они на него липнут, это ужасно. Это какое-то великолепие. Вот такая очень красивая роза. Очень красивый куст. Ой, а вот еще один красивейший куст. Очень красивый. К нам пришел Кута. Он уже уходит, у него дела. К нам опять приближается грозище. На самом деле все очень темно. На меня уже слегка капает дождик. Уже не слегка капает дождик. Привет. Сегодня 31 число, о котором я упорно говорила вчера весь день. И у нас до сих пор было 24 градуса, а сейчас пошел дождик. И легенда гласит, что всю вторую половину дня будет грозище. Там что-то вот горит и пахнет на весь район, и так приятно. Как будто щащичок. Такой дачей пахнет. Я люблю, когда дачей пахнет. Над нами опять грохочет. Иду ребенка своего встречать. Дождь пошел. Сейчас прямо вот над нами. Молния и сразу гром. Сказала, чтоб сидела в магазине. Очень смешно. Наша латвийская погода, это что-то с чем-то. Все, уже душно, невозможно дышать. И Виунчик идет. Называется Верочка с собаками. Пошла гулять. Я тут поджидаю ее у окна с Зонтом. Но, видимо, она далеко уже ушла. Внезапно, внезапно пошел такой дождь. Мы собираемся сегодня в Юрмалу. Как бы по прогнозу вот это все должно пройти. А там день открытия сезона. Надо ехать. Даже страшного окна стоять. Потому что прямо над нами сейчас молния и сразу же громахнула. И капец как громахнула. Это же... Линда, отойди. Походу, немножко все-таки отодвинулась от нас. Уже гремит где-то вдалеке. Это так страшно. Линда, не надо идти вообще. Это кто-то здесь, да? Угу. Это что? Это град мне в рот залетел? Ха-ха-ха. Град мне в рот залетел, прикинь? Угу. Уже. Прям... Прям... Молнию не успела заснять. Какая Юрмала, скажете вы? Я намерена ехать в Юрмалу. Я пока окно закрыла. Очень страшно, да? Блин, каждый день гроза. Эту молнию не сняла. Я все время переключаю в момент, когда молния. О, сняла. О! СМЕХ У нас сыт он забрался в Линдину клетку. От страха мы его плетиком накрыли. Мой мальчик, такого вообще не бывало, он всего боится. А тут он знает, что Линда в этом месте чувствует себя, сейфти. Ты мой хаосый, ты молодецик, ты сидишь в клетке, Итошечка, да. Да, и вздохнул, молодец мой мальчик, хаосый. Выжила, съела мамино кольцо. К маминому кольцу капец, да? Ужила, очень красивый дизайн, спасибо тебе, спасибо. Переходим дорогу, это центральная улица. Сразу же открываются глазу достопримечательности. Это что-то невероятное. Вау! Он вот такой вот огромный. И это, это тебе, Юрмала, дарю солнце из янтаря. Это янтарь? Да ладно. Это янтарь, но здесь написано, что дарю тебе кусок янтаря. Да, Юрмала. Ну, это очень красиво, это что-то, это что-то невероятное. Если бы я жила где-то неподалеку, я бы приходила сюда его трогать каждый день вообще-то. Попробуй. Я вот подсниму на телефончик. Такой фокус. Мокус очень класс. Вот то, что я читала в стихотворении. Очень классно. Вот они люди в Юрмале. Классный кадр. Калакури. Поздравляю, да? С праздником. Я буду заливать шоколаду. Клумбичкой. Карамелью. Что-то ее слишком много случайно оказалось. И клумбичку я буду. Я буду все. И сверху пошипать шоколадом. И шоколадом поливаю. Мы сегодня в Юрмале. Сегодня день открытия сезона. Ой, как пахнет. Пахнет именно углями, огнем, как я люблю. Вкусно пахло шашлуком реально только у армянского ресторана, который мы проходили. Азангезур, если не ошибаюсь. Смотри, она нашла виниловые пластинки. Два евро они здесь стоят. Я, честно, люблю всякие столовские штуки. Мы взяли два шашлычка на двоих. Друнчик мне кабачок выкладывает. Все как надо. Короче, я не знаю, как можно так испортить кабачок. В общем, оно все сухое. Кабачок горький. Вообще, я не знаю, как его так нужно испортить. Я даже никогда не ела невкусного кабачка. Но я все равно это съем. Вот. Очень много народу сегодня в Юрмале. Первый день лета. Прямо много. И оттуда, собственно, раздаются звуки всяческих празднований юрмальских. Я себя сегодня чувствую так прекрасно. Просто суперсвободно. Непринужденно. Наслаждаюсь. Ко мне пришли какие-то ощущения из детства. Хотя я детство свое не люблю. Оно не было счастливым. Несчастного тоже не было. Ну, так бывает. Очень хорошо. Все нюхаю. Всем наслаждаюсь. Праздник застали. Я случайно узнала, что праздник. Ох, сколько там народу. Еще и купаются люди. Прямо очень здесь хорошо. Теплая? Хочешь купаться? Хочешь купаться? Посмотри. Первое июня. Реально собака чайку поймала. Она ее ловит. Она за ней неслась с собаками. Довольненькая. Такая холюсенькая. Зачем ты чая гоняла? Зачем? В общем, прекрасная, красивая коса из контейнера. Видимо, закончились какие-то празднества. Мусорники. Значок Юрмала. Не знаю, зачем там фотографироваться на фоне мусорников. Исусная. Балтик-бич. Монументальный. Валим. Блин, у них нет сфинктера, поэтому надо валить. Пошли направо. Пойдем. Вот какая тут красота. Наши электро идет. Изъялом Дублта. Подъезжает к Дублтам. Новенькая, прекрасненькая. Вот моя любимая Дублта. Ночь в церкви, между прочим, да? Я думала, дойдем до Дублтам, ну ладно. Мы едем с супертихой электрички. Супер. Мы сейчас ключи нашли, потерянные на станции Майори. Вот где-то там. Привет. Сегодня 2 июня. Я даже макияж не наводила, причесалась и все. Мне казалось, что я вообще не устала вчера, гуляя по Юрмале. На самом деле мы намотали километры. И вечером уже и ножники, конечно, болели, и все. Ну, классно было. Мне кажется, что я перепутала, что день города 2 июня. То есть я собиралась сегодня еще в Юрмаву ехать. Но кажется, это не так. Нигде не могу найти информацию. Хотя я читала именно о 2 июне. Ну что, мы сегодня снова в электричке, только не в Юрмаву. В общем, планы изменились. Мы едем в Сал-Красто на дачу к родственникам. Вот. Такие с котомками, короче. Бутербродик едим по дороге. Кофе я нигде не нашла. Ну, в электричке около станции. Но хотя уверена, что он где-то там есть. Надеюсь, еще на море сходим. Но я, ну, как бы вообще не в летнем. Ну, в смысле, не в купальнике. И не в тапочках. Ну, может, и к лучшему. В общем, сегодня в лесочек. В лесочек. А, его вырубили. Ну, все равно там красивые места. Нет, там римчики есть. Нас встретят в Пабыжи. Внутри Кагао я. Ой, мы приехали так классно. Пахнет сразу таким удачным лесом. Ой, как пахнет, да, вообще по-другому. Станция Пабыжи там сейчас сдаются, типа, как апартаменты. И продается, как дом, разделенный на две части, но без земли. Представьте себе, как жить на станции. Ой, посмотри. Хорошо. Почувствуйте атмосферу. Вот я здесь шла в холод. Или вот такое из моего детства. Смотри, какие собаки. Я вижу, вижу. Потому что это был всегда такой лагерь летний. Я покушаюсь. А теперь как приехала, они так красиво в первый раз лист. Так жалко уже сдувать. Это мой вынчук. Это вот так хорошо. Она уже такая сворачка. Как же в этом мире хорошо. Не снимает все, что есть. Что-то здесь дом развели. Не помню, когда я здесь была в последний раз. В общем, это новье. Вот так вот остаться в таком вот месте. И вот здесь жить. А я помню, даже лето какое-то я на работу отсюда ездила, когда у меня собак не было. Матренка. Так аккуратненько как-то все сделали. Вообще как-то аккуратненько все здесь как-то произошло, да? Как-то даже слишком аккуратненько. Да, я говорю. Он очень новый, так сказать. Ну, как на белых штанах садиться. Класс. Мерлин Монро. Да, сегодня точно Мерлин Монро с такой прической. Надо, наверное, корректировать. Он соседей, видишь, построил. Слушай, очень симпатичный домик. Очень симпатичный. С днем рождения тетя Лена. Это не тетя Лена, но никто сниматься не хочет. Мы выдвинулись на море. Смотрим. Выдвинулись. Выдвинулись. Высочились. Вынедрились. Очень бы хотелось вам передать этот аромат, который здесь. Это что-то между морем, топящимися дачами и соснами. И ресурсными духами у моей двоюродной сестры, которая не желает сниматься. Нет, я желала в следующий раз. В следующий раз она желает сниматься. В следующий раз. Смотрим Инночку. Мне вообще все логотипы нравятся. Очень красивая. Бекки в гости пошла. Бекки вообще обалдела. Ну, а чтобы собаки тоже сходили в гости. Сейчас мы придем на прекрасную Балтокапу, по которой я уже гуляла. А, ну вот, да. Девушка. Ой, красота. А где же теперь спуск? Белый этот, пушилый. Ничего, я не знаю, куда она девается. Она не куда-то девается. Салко растет. Красиво, да, сейчас? Угу. Ну, конечно, как здесь не гулять с собиками? Ну как, посмотри. Главное, сейчас не уронить телефона. Еще последние дни обалденные. Видишь, как она теперь уже по-нула. Да, по-другому русло. Видишь, правее стала. Я еще, когда снимала, было... Угу. Радоваются. А твои... Ты там любишь воду или не очень? Нет, ну он попить заходит. Он бы здесь пил стоял, а вышло бы носилось туда и сюда, да. Угу. Тоже попить заходит. Очень смешно. Очень смешно. Очень смешно. Очень здесь хорошо. Прямо вообще такие дни стоят. Какие-то великолепные. Восхитительная погода. Прекрасно просто. Вот можете приезжать. Детская площадка здесь. В тенечечке. Помните, я снимала всю эту дорожку. Сейчас мы здесь спустимся на море, выйдем. А я шла оттуда. Прямо красота, красота по лесу. Так, это у нас тропа солнечного заката. Мы вот здесь. Инчука. Очень весело. Тут еще нашла. Что-то про Дюны. В этом мире это очень интересно. Можно зачитать. Сейчас люди с купания идут, а мы вот такие вот, блин, все надетые, одетые. То есть, ну как, мы любим мусорники. И очень довольненькая Бекки. И русло Инчу поизменено. Он же не мог не ходить, ничего. Они такие неповоротливые. Слушай, не такой, знаешь, не прямо ходила, так велели. Но мы в шоке, что с собакой произошло. Малта Капа. Вот Инна разговаривает, разговаривает. Как бы классно, если бы ты была в кадре еще при этом. Согласилась на одну секунду. Очень много весь рост. Чтобы там ноги были. Это мы. Правда, мы похожи? Да. Да, мы похожи. А в глаза? Надо снять глаза. Где они там были? В глаза. Я пересматриваю. Я тут же. У нас есть в глазах. Я найду, наверное, вставлю в ролик прикола. А я маме показала, как она бедная, подумала, что мы с тобой так... Так у нас с ней есть в глазах тоже. А она сейчас в глазах, что мы так накрасим. И у нас глаза западали, да? Да. Ох, какие-то спадали. И так, да? Я хочу в глаза. Я в глаза. Да? Я в глаза. В речке, конечно же, ледяная. Но вообще, как бы, и не такая страшная. Пошли в море. В море, да. Я думаю, я бы, конечно, пошла. Вообще, в море вода холоднее, чем в реке, честно я тебе скажу. Холодная. Да. Ну, какая она может быть? Очень красиво. Я обнаружила майских жуков. Вот. Вот такие они большие. Целый. Целый вон лежит. Очень красиво. Один год был какой-то ураган. Из моря снес целую стаю, я не знаю, как они называются, этих майских жуков. Они там перелетали откуда-то. Ого. Очень красиво. И они сюда, именно на пляж Салкрафты, какие-то еще живые долетели. Но в основном здесь пляж ступить нельзя было с этими майскими жуками, прям, ну, мертвыми. Где был весь пляж, как я разговаривала с ней. Очень сладостно. Она хитрая, бежит там, где мало. Мы коллективно... О, холодная. Мы коллективно разделись все. Берешь и так, смотри, как она будет там раз, 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 шоу. Мы-то, главное, зашли в такое самое болотце. Немножко вонюченькое. Это лиман от залива. Это лиман, да. Лиман залива. Зерунчик. Верх ногами. Кстати, вот, да, это Салкрафта, я все время говорю, что скрипит песок. Хотя у нас уже стал в Болдырай скрипеть песок. Это я уже в море. Прям очень холодная вода. Мне теперь сушить. Для меня купание, даже вот в таком вот виде, это такое целое... Я не морщ. Это как мои дети. Это такое целое событие. Ритуал должен быть, ребят. Нет, надо мой здесь, тут слишком. Куда? А когда я подниму... Класс. Официально заверяю, что песок скрипит. Скрипит, скрипит. Это значит, что он Салкрафта. Как не делиться этим вечерним прекрасным морем? Мы идем туда. Там Салкрафта. Над морем вот такая дымка стоит. Как вот эту красоту объять камерой, ничего передать вам эту атмосферу, не знаю. Пока морюшка, дядя Витя требует, чтобы мы шли. Наши хорошие отношения, ну, просто такие чистые. Так, в месте времени травма не заложим. Иногда только. Арахнофобия. Арахнофобия. Как-то налево надо сходить вот такое. Вот этот дом очень долго продавался. Ну, конечно. Очень нравится этот дом одноэтажный. Мне нравятся вот такие заборчики старые. Вот все вот такое. Мне нравятся такой вот улочки вот эти советских дачек. Я издалека думала липа. Это виноград у них так растет. Ну, Гуар, смотри. И вот уже скоро виноградик даже будет. Это очень, очень красиво. Там просто, вокруг, мусорник и что-то деваться. До сих пор не было электричества и вот оно, вот оно. У всех сезона я ноги не побрила. Ну такая в принципе хорошая вода, это я кроксы обновляю, это же и мокрые тапки в том числе, правда? Так, и ты там пил, я сегодня спала долго, а утром у нас косили траву, бегала там расставляла шезлонг, чтобы мои цветы, как обычно, не покосили, но все равно один стульчик косильщик убрал и скосил мне цветочки. Вот, а потом я долго спала и вот теперь я только гуляю с собаками. Хотя же летом нужно просыпаться очень рано, чтобы баудит, наслаждаться по-латышски, это такое большое значение у слова и испытывать удовольствие от жизни. Вот сегодня у нас полноводная река, и мне приходится здесь идти по воде, а я первый раз здесь за этот год иду по воде. И Валенька-маленькая, я думала, ты обойдешь, Валюша. Ита там идет по воде. Я тут вот какую красоту нашла. Это прямо красота, не смогла я мимо проехать. Вот как это в разрезе выглядят, кувшинки лилии распустились уже. Сегодня последний, заключительный день влога, я вот наконец-то надела шорты. Я сегодня такая вот, такая, такая модненькая, такая вот решила показать. Да, я ноги пообрела. Жалко, вот так вот не могу поставить телефончик и снять себя на фоне кувшинок. Вот, ну я пока такая вся еще в настроении решила сняться, да, потому что я потом уже буду уставшая. Короче, что, ну что, я неугомонная, уставшая, с вот этой красивой женщиной в коричневом костюме. И я вот такая красивая женщина, вот такая вот как бы е. Ну куда мы приехали, да? Мы снова приехали в Юрмалу, в Юрмалу. Это ты снова приехала, а я впервые за сезон. А я вот уже прямо, да, вот. Ну это линия, наслаждение. Вон она какая, роскошная. Я помню, что он открыт, и когда ему спросили, почему? Вообще. На следующий день надо будет пересаживать обязательно. Так, мы идем по улице Конкордец, уходим на море, и вообще-то как-то очень прохладой дует. Вот, прям так. Как полагается. Может, я, конечно, сегодня устала очень из-за этого. Мне прям так, знаешь, холодно. Но мне до сих пор было прям жарко, и я чуть не пошла в шортах, между прочим. Что это? В следующий год подарок получила на концерт Меладзе, который будет только в августе. И то только тому, кому вы действительно доверяете. Как красиво сосны освещаются, да, солнцем. И снова я здесь. Пахнет водорослями морскими. Пахнет детством. Очень хорошо. Холодно было только в дюнах. Здесь прямо прекрасно. Хочу волны заснять, так как я их вижу. Сегодня прямо янтарное море такое. Дышите со мной. два hotel. Дышите, я не была доверена. Держи, я приятного морскихoraетmin. Извала вероятная морistas сейчас. Наги, наверное, этих суткирrie. Пока! Пахнет водорослями и siihen, headaches. Спасибо! я наверное заранее попрощаюсь с вами поблагодарю вас за просмотр этого ролика за неделю этого влога который выйдет сегодня завтрашнего дня начинаю снимать другой воскресенье выйдет ролик про юрмалу про праздник открытия сезона курорта святки так что смотрите не пропустите будет интересно опинаешься и сразу грудь и кристины и ляпом были да как это должно а а да это уехал в америку эмигрировал и сейчас уже младшие братьки там погуляли так это очень красиво это рядом с тем замочком но вот такое я люблю и он мало называл где-то мне на городом трон церкви союзти бы пришли люди не чушь это приятно ну да наверное у тебя есть наблюдения мы решили пойти в гонбей посидеть до стеночки с этой надписью в общем гонбей уже закрыт мы решили посетить грузинский ресторан если он еще открыл вы что-то еще можно заказать мегрельские хачапури мы пробуем да а потом сырами тогда а потом мы еще будем есть аджарский хачапури знаменательный момент дубль 2 когда я буду пробовать хачапури по-аджарски где ее ломать надо с краешку попробую это ломаешь макая сыр яйцо образное вот 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 я так хотела все правильно умеют делать да да это то что я хотела попробовать я прям знала что это вкусно матлок нашим грузинским друзья макия Субтитры сделал DimaTorzok